Здоровье Время течет и рано или поздно мы ловим себя на мысли, что только глядя в цифровое зеркало, компьютерный монитор, по-прежнему видим мир четким. Фотографии, пейзажи, улыбающиеся лица, на дисплее все это выглядит изумительно. Но стоит отвести от него взгляд, как окружающая действительность предстает в виде расплывчатых красок и образов. Именно поэтому важно знать, как влияет компьютер на зрение, чтобы принять соответственные меры защиты и сохранить свои глаза здоровыми. Как это сделать, поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты-врачи-офтальмологи первой самарской оптики. Ирина Исаева, здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Джулай, добрый день. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. И сразу думаю, что мне позволено, как ведущей, это сделать. Хочу поздравить Ирину Симоновну с днем рождения. От души поздравляем вас, желаем вам всяческих успехов. Спасибо, очень приятно. И спасибо, что вы пришли к нам в этот день. Спасибо. Но это еще не все поздравления. В прошлый раз мы встречались с вами осенью и говорили о том, что клиника готовится к большому-большому юбилею. Сейчас вот он уже позади. Перешагнули вы седьмой десяток. Также, наверное, от лица наших зрителей поздравим вас с этой очень серьезной датой. Спасибо. Раньше салоны оптики нужно было еще поискать в городе. Сегодня мы их видим практически на каждом шагу. Что произошло? Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, резко увеличилось количество людей со сниженным зрением. И происходит это по понятной причине. В наше время появилось очень много наших девайсов, без которых мы не можем обойтись. Это планшеты, компьютеры, гаджеты, смартфоны, все что угодно. И происходит это с самых малых лет. Посмотрите на наших детей. Ребенок не умеет говорить, читать, но он свободно общается со смартфоном и с планшетом. Парадоксально. Родители, которым порой некогда или не могут они как-то успокоить ребенка, что они делают? Они дают ребенку смартфон или планшет. И ребенок там смотрит мультики, забавляется, успокаивается и так далее. Но в это время происходит напряжение мышечного аппарата. Дальше. Дети приходят в школу. И уже в первых классах мы выявляем, что как минимум 5% детей это со сниженным зрением. Дети учатся в школах. И опять-таки они связаны с планшетами. Ведь сейчас не носят такие тяжелые книги, которые мы раньше носили в ранцах и в портфелях. Сейчас приходят с планшетами. Продолжается учение в школе. Домой приходят. То же самое. Бережем позвоночник, не несем тяжелый портфель. Да. То же самое. Вся информация поступает через интернет. Редко кто сейчас идет в библиотеку и ищет там какую-то литературу. Все идет через компьютер. И уже к концу школы получается, что практически половина детей имеет снижение зрения. А уж к окончанию института тем более. Почти 70% это уже все. Дети со сниженным зрением. Дальше они выходят на работу. Приходят люди к нам в оптику. Спрашивают, сколько вы работаете с компьютером в день? Это весь рабочий день. То есть идет постоянная зрительная нагрузка. Ведь глаз у нас расслабляется только тогда, когда мы смотрим вдаль. А мы работаем все время на близком расстоянии. Планшеты, компьютеры, смартфоны. Далее. Наши дети едут домой в транспорте. И что они делают? Они смотрят в смартфон. И там идет не просто зрительная нагрузка, но еще и колебания. Которые также вызывают напряжение зрения. Нужно постоянно фокусироваться глазу. Они приходят домой. И после уроков, которые делают дома, играют во что? В игры. Или взрослые люди находятся в соцсетях. Поэтому идет постоянное снижение зрения. А раз идет постоянное снижение зрения, то необходима и профессиональная коррекция этого зрения. И люди приходят в оптики. Оптик становится больше, потому что мы востребованы. Кроме того, что сейчас тяжело попасть на прием к офтальмологу в поликлинике. Там ведь их мало осталось. И кроме того, им некогда заниматься этой коррекцией. Поэтому число оптик растет. Нужна профессиональная, грамотная коррекция зрения. Почему опасна именно длительная работа с экраном, с мониторами? Картинка, которую дает экран монитора, это картинка, которая в природе не существует. То есть человеческий глаз, он не приспособлен видеть то, что нам дает экран. Чем отличается картинка на мониторе? Если мы привыкли всегда все видеть в отраженном свете, так устроен человеческий глаз, это для него нормально. На экране монитора светящиеся точки, которые прямо направлены в глаз человека. Линия, которая изображена на экране, она состоит, она дискретно состоит из точек светящихся. Тоже человеческий глаз, видя все в отраженном свете, он всегда видел цельную линию. Экран монитора дает неестественную картинку. Вот сидела, слушала вас, и, честно говоря, становится страшно. Совершенно справедливо, да, что вокруг нас люди с гаджетами. Везде, всегда. Но при этом и жить без этого уже нельзя. И сегодня, наверное, вообще мало какая профессии не связана с компьютером. Ну, таковы реалии сегодняшнего дня. Что же теперь делать? Ну, конечно, мы не можем избежать ни планшетов, ни компьютеров. Да, это неотъемлемая часть нашей жизни. Но мы можем минимизировать воздействие этих гаджетов. Ну, во-первых, необходимо отрегулировать режим работы и отдыха. Но если дети заняты с планшетом в течение дня, то нужно дать им отдохнуть. Но не в планшете, а пойти на улицу погулять, пообщаться с детьми на свежем воздухе, для того, чтобы глаза у них смотрели вдаль, чтобы они не были в постоянном напряжении. Да вот это как раз и есть камень преткновения, наверное, у большинства современных родителей. Да, это так. Но, тем не менее, это нужно стараться сделать. Кроме того, когда они находятся в школе, необходимо, чтобы была отлажена система их обучения. В каком плане? Должны соответствовать столы, стулья их росту. Они должны регулироваться по их росту. Должно быть правильное расположение того же планшета или книги, чтобы взор был направлен вниз. Нужно, чтобы и дома тоже мониторы стояли так, чтобы свет падал сбоку, чтобы не было бликов на экранах. И потом нужно соблюдать правильно, чтобы ребенок сидел. Осанка была у него правильная. Это тоже имеет очень большое значение и для кровообращения, и для зрительной нагрузки. Кроме того, необходимо, чтобы питание было полноценное. И стараться, если у ребенка или у человека просто уже снижено зрение, то подобрать правильную коррекцию зрения, чтобы ребенок видел желательно стопроцентно. И если необходимо, то разгрузить зрение для близи, которое нагрузку несет у него. А людям, которые работают с компьютерами целый день, то необходимо делать перерывы в работе. Как минимум, через час работы нужно сделать хотя бы минут пять перерыв, для того, чтобы расслабить глаза. В это время гимнастикой заняться для глаз. Или же существует такое мнение в последнее время, что необходимо через каждые 20 минут делать 20-секундный перерыв и смотреть вдаль на расстояние не менее чем 6 метров. То есть смотреть вдаль, чтобы глаза расслаблялись. Ну и кроме того, необходимы, конечно, и очковые линзы, которые снижают эту зрительную нагрузку и отсекают вредные лучи синие, которые идут от мониторов, а пропускают полезные для глаз. Все это необходимо выполнять. Вот я такое интересное выражение нашла. Компьютерный зрительный синдром. И причем это, я не знаю, можно это назвать заболеванием или нет, но он поражает всех, независимо от возраста, кто длительное время смотрит в экран монитора. Это целый комплекс неприятных ощущений, которые возникают при длительном работе. Головные боли, сухость в глазах, чувство песка в глазах, затуманивание зрения, то есть зрение становится нестабильным. Чем он провоцируется, этот синдром? Когда человек пристально смотрит на монитор, а обычно человек работает и увлеченно работает, мы забываем моргать. То есть в норме человек должен совершать где-то 18 мигательных движений в минуту. Все это сокращается до 3-4-6. Глаз подсыхает, потому что при движении век, при моргании, выделяется слеза, покраснение глаз возникает, глаза выглядят больными. И буквально достаточно в молодом возрасте, это где-то до 40 лет, следить за тем, как мы проводим время за монитором. Можно вырабатывать такие положительные привычки, если там человек печатает, например, он нажимает на пробел, и у него должен быть рефлекс, что он моргает в эту минуту. Надо приучить себя к этому. Но если задуматься об этой проблеме, то это очень важно. Очень часто слышу мнение о том, что, ну, само собой разумеется, к офтальмологу не пойду, очки носить не буду по той простой причине, что как только начинаешь ходить в очках, глаз ленится, сам работать не хочет, зрение становится хуже. Честно говоря, себя ловлю иногда на мысли, просто заставляя себя снимать очки, опасаясь того же, что теперь вот уже без очков-то я совсем ничего не увижу. Вот как вы прокомментируете? Ну, это совершенно неверное умозаключение. Уже давно и научно доказано, что если есть какой-то дефект оптической системы глаза, то он провоцирует, усиливает вот эти все проблемы, которые возникают при длительной работе с монитором. Кроме того, если глазу некомфортно, то и биохимические процессы в глазу происходят как бы неправильно, образуются радикалы, оксиданты, которые токсическим воздействием обладают и могут вызвать и спровоцировать различные заболевания. Заболевания сетчатки, могут даже повреждаться хрусталик. Поэтому мы обязательно предлагаем откоррегировать зрение. Процесс прогрессирования близорукости – это сейчас очень большая проблема. Особенно это касается детей. Близорукость растет, с этим что-то надо делать. Существуют разные методики лечения близорукости, они эффективны в той или иной степени. Но вот мы сейчас можем предложить нашим маленьким пациентам очки с перифокальными линзами. Что это такое? Очки-перифокалы – это российское изобретение. Это одобрено программами Сколково. Уже 2,5 года мы применяем, назначаем пациентам такие линзы. Уже пациентов больше 300 таких детей. Эффективность этой линзы и по нашим данным, и по данным Института Гельмгольца, и наша клиника имени Тихона Ивановича Ярошевского тоже проводила исследование. Эффективность на уровне 62%. Выглядит эта линза как обычно. То есть ребенок носит очки. Носить их он может длительно, то есть неограниченное время ношения. Но кроме именно оптической коррекции зрения, то есть то, что он в них видит хорошо, происходит тренировка аккомодационного аппарата, что в свою очередь стабилизирует близорукость, то есть или останавливает рост близорукости, или, по крайней мере, если она шла в прогрессии с большими темпами, то есть происходит снижение. До 6-летнего возраста такая линза есть еще гиперметропическая, то есть это линза, которая позволяет детям с высокой дальнозоркостью, то есть она вызывает правильный рост формирования глаза, и таким образом, допустим, уже к 6-7-летнему возрасту гиперметропия может отступить у такого ребенка. Давайте все-таки вернемся к теме нашей сегодняшней программы к гаджетам. Ну, даже вот услышав, наверное, все, что мы сейчас говорим, никто добровольно от этого, от компьютера не откажется, то, в общем, наверное, и не надо. Вот. Ну, а все-таки вот если, предположим, человек не испытывает каких-то симптомов, о которых мы говорили, ну, спокойно работает себе и работает с компьютером, что он должен предпринять для того, чтобы в будущем этих проблем у него не было? Наверное, в любом случае надо предварительно проверить свое зрение, то есть не надеяться на то, что пока у меня все хорошо, потому что бывают, например, проблемы в одном глазу, да, и человек, работая другим глазом, может чувствовать себя какое-то время комфортно. То есть прежде чем, да, принимать такие решения, носить мне очки или не носить, надо все-таки сходить к доктору, да, чтобы уже быть уверенным. Ну, и кроме того, сейчас есть линзы, которые блокируют синий свет, который излучают наши мониторы и защищают глаза от их воздействия, так как этот свет, линзы есть специальные с таким покрытием, так как этот свет, он кумулируется в глазах человека и может вызвать такие негативные последствия, как развитие катаракты или же может воздействовать на сетчатку, то есть возникают макулопатии. Вот для того, чтобы их предупредить в развитии, назначаем такие очковые линзы. Это если не только у человека с ниженое зрение, но и при нормальном зрении рекомендуются они. А кроме того, если человек возрастной группы, скажем так, 40 и более, и у него возникают уже присбиопические явления, то рекомендуем прогрессивные линзы, линзы, в которых можно видеть на все дистанции, это и вдали, и вблизи, и на средние расстояния, или же офисные линзы, в которых удобно работать вблизи и на среднем расстоянии, допустим, с компьютером, или там до 2-3 метров. И в зависимости от профессии человека это тоже имеет значение. Допустим, если преподаватель, например, ему нужно видеть и вблизи четко, и вдаль посмотреть, как там дети себя любят. Да, и что там творят студенты. И в то же время и в компьютер посмотреть. Вот таким людям мы рекомендуем прогрессивные линзы. Это очень удобно. И они идут с покрытием, защищающим от воздействия мониторов. Но хорошо, ведь не все люди носят очки. Многие носят контактные линзы. А в этом случае как защитить свои глаза? А контактные линзы очень полезны. В каком плане? Сейчас тоже не стоит промышленность, развивается. И создаются новые материалы контактных линз, которые являются увлажняющими. И увлажнять они могут уже глаза в течение всего дня. Особенно это важно для тех, кто работает с компьютерами. И кроме того, меняются не только материалы линз, но и дизайн их. Расширяется оптическая зона линзы, которая рассчитана на более широкий зрачок. Когда человек работает с монитором, у него зрачок расширяется. И естественно, зрение становится лучше. Но и кроме того, мы рекомендуем носителям контактных линз, конечно, использовать еще и очки при необходимости, допустим, защиты от ультрафиолета или еще каких-то воздействий. То есть сочетать их. Но контактные линзы сейчас идут совершенно другого уровня. И они у нас есть в продаже. И когда к нам люди приходят, наши консультанты очень грамотно объясняют людям, что это за линзы, подсказывают им, когда их лучше использовать и какие линзы лучше приобрести. Программа наша выходит в первый день весны. У всех новые надежды. Все мы ждем тепла, солнце, конечно же. И поэтому еще в завершении программы позвольте спросить у вас о тех очках, которые носить не только комфортно, но еще и необходимо. Потому что уже стало ярче солнце. И уже за рулем автомобилек как минимум достаешь солнцезащитные очки. Что ожидает нас в будущей весной и будущем летом? Будут ли какие-то, может быть, новые коллекции солнцезащитных очков? И вообще, а вот как их правильно подобрать? Ну, во-первых, солнцезащитные очки это как бы однозначно нужно приобретать в оптике. То есть как бы в медицинском учреждении. Потому что все очки солнцезащитные, ну, конкретно в нашей оптике, они все сертифицированные, они все высокого качества. Ну, а сейчас же на каждом шагу будут продавать, и очень недорого, есть искушение. Не все солнцезащитные очки имеют полезные свойства, так как они, допустим, не могут фильтровать, блокировать ультрафиолетовое излучение, и просто являются темными очками. В результате получается нанесение вреда. Зрачок становится шире, так как в темноте получается, и поступает поток вот этого ультрафиолета, который вреден для глаз. И в результате еще хуже становится человек. Вот так бы, если он не одел бы эти очки, не сертифицированные, у него зрачок бы сузился рефлекторно на яркий свет, и ограничил поступление, как фотоаппарат, как диафрагма фотоаппарата, и ограничил бы поступление этого света. А так он расширен и получает вредное ультрафиолетовое излучение. Хотя человек этого не чувствует. Да, он их не чувствует, да. А очки, которые сертифицированы, они блокируют это излучение. Причем очень важно, чтобы нанесено было это покрытие, блокирующее не обязательно, не только, вернее, с наружной части линзы, но обязательно важно, чтобы это было с внутренней стороны линзы. Потому что таким образом отсекаются не только прямо поступающие лучи, но и отраженные лучи от поверхности земли, воды и так далее. Это важно тем, что предупреждается тогда развитие катаракты периферической, которой луч отражается через линзу и попадает в носовую часть глаза. И, соответственно, начинается изменение хрусталика, там, так называемая начальная катаракта. Изменения происходят и на конъюнктиве. Поэтому важна именно линза сертифицированная, которая в оптике есть, за которую мы отвечаем, приобретая ее. И любой покупатель может спросить сертификат, ему предоставят, пожалуйста, эту линзу. Кроме того, идет градация линз по категориям затемнения. Там есть от нулевой до четвертой степени, в зависимости от того, какая степень защиты затемнения необходима человеку, конкретному человеку. Это имеет значение тем, кто находится за рулем. Допустим, в светлое время суток или в темное время суток. Потому что, например, опытные водители-дальнобойщики, ну, к примеру, дальнобойщики, они имеют две пары линз. Одни они одевают в светлое время суток, а другие в темное время суток. Это имеет значение. Например, для горнолыжников нужны совершенно другие солнцезащитные очки, другой градации. Имеет значение цвет фильтра. Желтый, зеленый, серый, коричневый. Они тоже имеют каждое свое назначение. И, кроме того, имеет значение и форма оправы. То есть, если форма оправы прилегающая, она тоже блокирует поступление отражающего света. И меньше попадает в глаз он. А если они просто открыты, естественно, лучи больше попадают на линзу и отражаются в глаз. Кроме того, необходимые солнцезащитные очки для детей, о них тоже нельзя забывать. Ведь они находятся у самого, как говорится, ниже нас. Как-то это земли это было. Вот, у земли. И отраженные лучи идут больше, попадают. И не нужно забывать о наших детях. Даже если мама там не приобрела солнцезащитные очки, но хотя бы шляпы там с большими полями или с козырьками. Детей нужно ограждать обязательно. Людям, которые нуждаются еще в коррекции зрения, мы можем предложить солнцезащитные очки, которые изготовлены по технологии фотохромных линз. Вот. Это очки, то есть одновременно они коррегируют зрение этому пациенту. И выходя на солнце, эта линза, она имеет особую структуру. То есть в ответ на ультрафиолет происходит затемнение этой линзы. И таким образом человек и видит четко хорошо за счет того, что там определенные диоптерии стоят. И защищается глаз от ультрафиолета. Вот. Такие очки обязательны для ношения пациентам с глаукомой. Потому что вот то, что мы видим, люди ходят в зеленых таких темных очках. Вот это их называют глаукомными очками. Это не совсем правильно, потому что пациенту с глаукомой очень вредно находиться в темноте. А надев такую линзу, он заходит, например, в магазин, и у него эта линза никак не просветляется. То есть самое оптимальное для таких пациентов это фотохромные очки. Вот. Мы их можем предложить нашим клиентам, нашим пациентам. Вот. А для водителей тоже есть очковые линзы, которые реагируют на свет через лобовое стекло. Это тоже важно, потому что просто солнцезащитные очки, они реагируют на ультрафиолет. Вот. Фотохромные. Фотохромные, да. Линзы реагируют на ультрафиолет. А через лобовое стекло, это, кстати, еще и лобовое стекло тоже имеет значение. У каждой машины оно... Боже. Разное. Да, но на это мы уж не можем повлиять. Да. И есть очки, которые усиливают контрастность, чувствительность изображения, даже в такое время, как, допустим, пасмурная погода или когда туман. Есть тоже специальные очки. В сумерке. В сумерке, да. Есть очки, которые в ночное время улучшают контрастность. И кроме того, мы можем предложить солнцезащитные очки, обычные солнцезащитные очки, тоже сделают время для людей, у которых снижено зрение. Ну, очень сложная эта наука. Наверное, не стоит пытаться разбираться в ней самостоятельно. Слава Богу, есть специалисты. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам и помогли разобраться во многих вопросах. Итак, хорошее зрение и компьютер, как мы только что выяснили, вещи, в общем-то, совместимые, но лишь при условии соблюдения мер безопасности, охраны труда. Берегите глаза, любите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова